Итак, с 22 сентября поток прибывающих в Казахстан россиян увеличился в два раза. Большая миграция в первую очередь связана с соседством, отмечают в МВД. При этом десятки тысяч мигрантов из России уже покинули нашу страну. Подробности у Гульданы Колен. Всего неделю назад в Казахстан в среднем заезжали порядка 10 тысяч россиян в день. На фоне заявления властей соседнего государства частичной мобилизации поток прибывающих вырос сразу в два раза. При этом в МВД пояснили, что рост миграции из России не означает, что все прибывшие останутся жить в нашей стране. По данным ведомства, покинули республику с 22 сентября уже более 40 тысяч граждан Российской Федерации. Связано это с тем, что мигранты транзитом через Казахстан направляются в другие страны. Я на месяц в Казахстане, потом буду смотреть обстановку, может быть дальше в Турцию, может быть еще куда-то. Я приехал в понедельник в туристических целях. Буквально две недельки побуду, потом пообратно поеду. А потом какие у вас планы? Пока не знаю, сейчас придумаем. Но я думаю, либо в Астане, еще побудем, либо куда-то на юг дальше поедем, ближе к Алма-Ате и туда. Но сейчас будем решать. А вот заявление на получение временного проживания в нашей стране с начала сентября подали 115 граждан России. Всего же в этом месяце в цоны за ВНЖ обратились почти 900 иностранцев. В МВД напомнили, что приезжие могут находиться на территории Казахстана без регистрации до 90 дней. Все категории иностранцев у нас, граждан вообще, иностранных граждан, могут находиться в Казахстане, в нашей стране, 30 суток. Без постановки на временный учет 30 суток. Но есть у нас вместе с этим есть постановление правительства 2012 года, номер 148, разрешенный срок пребывания иммигрантов в республике Казахстан для граждан, уже государств, участников Евразийского экономического союза, куда входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Россия, могут пребывать уже на территории стран-участников до 90 суток без постановки на временный учет со дня пересечения государственной границы. На фоне увеличения миграционного потока в Казахстан резко выросло и количество обращений в ЦОНИ для получения ИИН. Поэтому в 8 регионах Казахстана усилили работу центров, подготовив работников к обслуживанию иностранцев.